МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"1917 год, год большевистского переворота, является кровавым ровиконом для истории и бывшей России, и Белоруссии в частности. Это самый жестокий период репрессии, было уничтожено миллионы людей, и в том числе она не жалела ни женщин, ни детей. Кстати, по официальной статистике складывается интересная картина в кавычках. Женщина у нас была расстреляна всего 1%, а дети вообще нигде не фигурируют. То есть эта категория не входила ни в какие статистические данные. Они умирали от голода, холода, болезней. Это последствия и разрушительной Первой мировой войны, и большевистского переворота. Миллионы детей, по разным данным, до 7 миллионов, оказались и те, кто уже потеряли родителей. По состоянию на 1927 год в лагерях уже будущего ГУЛАГа было 47% подростков в возрасте от 16 до 24 лет. То есть в момент большевистского переворота им было 6-10 лет. В 1926 году они заполнили ГУЛАГ. У нас до конца советской власти было колоссальное количество беспризорников. Из тех колоний, которые были созданы в Советском Совете, были более приличные колонии, но в массе своей это было учреждение явно не для детей. И дети оттуда бежали. Нельзя одной рукой разрушать семьи, лишать детей родителей, а другой рукой поднимать этих детей, сделать из них более-менее достойных граждан. Это совершенно невозможная, невозможная задача. Особенно это отчетливо видно на примере крестьянства. А мои ж батьки жили поблизу Админской, у вёсты Чижока. В 1930 году у её было 8 детей. Была невестка и внучка. А мой уже дед, у меня ж, каже, свиньи, коровы, овечки. Так вот, каже, подкопайся ты под меня. Я твердо стою на ногах. Але дед помылялся. С третья на четвертого соковика 1930 года забрали с детьми малыми, завезли у турбу на Володарского, а раницей повяли бешу на вокзал. В общей сложности в ходе спланированных 12 высылок вглубь СССР было выслано с территории Белоруссии 480 тысяч человек. В связи с активными стройками социализма в 1930 году под руководством секретаря ЦК ВКПБ Андреева была создана специальная комиссия, в которую поступали заявки от отраслей народного хозяйства, угольная, химическая, заготовки леса, сколько необходимо, каких специалистов и рабочих в каком количестве иметь. На основании этого НКВД создавало свои разнарядки по областям, областным НКВД, которые производили аресты соответствующих контингентах. Сколько надо инженеров арестовать, соответственно, сколько надо чернорабочих. С южных районов депортация сочеталась в районе Казахстана, Сибирь, Дальнего Востока, центральный район через Смоленск в районе Сибири, Дальний Восток, на север России Котлос, через Витебск шло депортирование о направлении Архангельской области. Везли их в город Великий Устюг, у церкви разместили, а церквов там было вельми много, и мать моя перелечила у все церкви, и налечила 21. И у всех этой церкви были заполнены этими высланными людьми. У церкви были пороблены нары четырехповерховые, у некоторых церквах шестиповерховые, 27 градусов мороза было, церкви не топлялися, и поэтому на подлогу у церкви накидали конского навоза для обогрева. Им еще не давали воды там, и заборонили воду давать мясцовому насельництву. Тады нек мужики взяли и сякерами, хто принес сякеры, не ведают, выкапали там проломку, а проломку вельми лед был толще разный у этой, у северной двиня. Так они только могли проломку такую зарабить, что пролазила только одна бутылька, и до этой бутыльки привязывали ему тузок, и этой бутылькой набирали воду. Ну, я видите себе, сколько можно на такую арабу, и как набрать воду. А бераги, раки, были настолько крутые, что мать и казала до проломки, спускаюсь с крутого берага, а бабуля молится, как бы ее мать, молится, как бы она хотя живой оттуда вернулася. Почался мор дятей у Великим Устегу. В этих церквах почался мор дятей. Моя мать и с батьком часто вспоминали, ну, як, ну, кажа, не разумею, ну, як Маруська Шаликова выжила, и она с 29-го года на роджение, то один год ей было. Ну, кажа, не знаю. Ну, дети все померли, як она выжила. Баю, баеньки, баю, не ложись на краю. Погрузили их на баржи, стали сплавлять их у лес. Мужчин у всех забрали, оставили детей снова и старых, и мать там у Тимлику была, но ей было 16 годов, будаваць бараки. Страшэнный был холод. Так сяк, гэтэя бараки, ўсё ж таки склали. Людзі стали выміраць. І не дай Бог на лісараспрацовку і захварыць. Адразу забираюсь, і ад ночі так здарвалася, што мае маці захварыла. А іще живыі булі два їе браты. І вони зналі, што це робіцца, і вони міжду сабой. Є положіли міжду сабой. І выходзіла на роботу, може сорок температура було. ПРИДЕШЕ РАНЬКИЙ ВОЛЩОК, ТЯБЕ СХОПИТЬ ЗАБАЧОК. ЖЕСТОКОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМЫМ БЕЗЗАЩИТНЫМ БЫЛА ВОПИЮЩИЙ. НЕ ГВАЛЯ УЖЕ ОБУЧЕСТЮ ДЕТЕЙ, КОТОРЫ РОДИЛИСЬ В ЛАГЕРЯХ. ЦЕЛЫЕ ДЕТСКОМБИНАТЫ БЫЛИ УМОЛАДИЮ. І, КАК ПРАВИЛО, ОНИ ПОДИВАЛИ В МОЛАДЕНЮЩЕСКОМ ВОТРАСТИ. ДАВАЛИ ТОЛЬКЕ АДЗИН МЕСЯЦЕЙ ПАБЫТЬ ДОМА С ДЕТЕМ, А ДАЛЕЙ ГЭТА ДЕТЯ ЗАБИРАЛИ. ПАЭТАМУ ВЕЛИКАЯ СМЕРТНЫСТЬ БЫЛА, ОТУТ ЖИВЯ ВОТ КАЗЛОВСКИ, ТАКУ ЕГО МАТЬ ИЯНИНА, ЧАТЬВЁРЫ ДЕТЕЙ ОТАК ПАХАВАЛА, А ТОЛЬКЕ АДЗИН ХЛОПЧИК ИВАН ОСТАЛСЯ ЖИТЬ. И ПАТЯГНЕ ГУЛЯСОК ПАДМАЛИНОВЫЙ КУСТОК ТРИДЦЯТШОСТЫЙ ВОТ ГОДДА, УЖЕТЫХ БРАТОВ НЕ СТАЛА, УЖЕ ВСЯСТЁР НЕ СТАЛА, И ТАДЫ МАТЬ ОСТАЕТСЯ ОДНА. И ОНА ТАДЫ РАШИЛА, ЧТО ТРЕБА МНЕ НАРОДИТЬ ДИТЯ, ПОТОМУ ЧТО ТУЖЕ КАЖА, ХТО Ж БУДЕ ЗНАТЬ, ГДЕ Я ЗАГИНУЛА, ГДЕ ЗАГИНУЙ РОД, ТАКАЯ СЕМЬЯ ВЕЛИКАЯ БЫЛА, А ХТО Ж ЭТО БУДЕ ЗНАТЬ? ДАКИ НА ИНОЛИЧИЛА, ЧТО ВЫРОСТЕ ДИТЯ, И ЧТО ОНО НЕ РАСКАЖЕ ХОТЬ ЭТИМ РОДСТВЕННИКОМ, КОТОРЫЕ ТУТ ОСТАЛИСЯ. ОНА ЖЕ ПОМИЛЯЛАСЯ, БО РОДСТВЕННИКОВ НЕ ЗАСТАЛОСЯ, ИХ ТАКСАМА СПАСТИХ ТАКИЙ САМЫЙ ЛЁЗ. ПОЗНАКОМИЛАСЯ З МОЁМ БАТЬКОМ, СЛУХАЙ, АНТОШКА, НАМ ТРЕБО НАРАДІТЬ ДІЦЯ. ОН КАЖЕ, НУ, ТЫ ДУРНІЦЯ. ЙОН ЗАГИНЯ ТУТ. ОНА КАЖЕ, А МОЖЕ БОГ ДАСЬ ВЫЖИВЯ? ЙОНА ТАК ЧАСТО СПЕЛА, А МОЖЕ БОГ ДАСЬ ВЫЖИВЯ? И Я НАРАДІЛАСЯ, ГІРЫ НЕ БЫЛО, ВЗВЕСИТЬ НЕ БЫЛО, ЧИМ. АЛЕБЫ УНИКИ КАМЕН, НУ КАЗАЛИ, ЧТО ИОН ДВА КИЛОГРАММА. КАЗАЛИ, И ВОСЬ ПНЕ КИНУЛИ НА ВЯСЫ, НА ЭТЫ, А ВЯСЫ НЕ КРАНУЛИСЯ ЗМЕСЦЯ. СУСЕДКА ПА БАРАКУ КАЗАЛА, ЧТО, НУ МОЖЕ ДА ВЕЧЕРА И ДОЖИВЯ. БУ ТАКОЕ ВСТРАШЕВИЧЧА РАДИЛАСЯ, ПОНИМАЕТСЯ, ЧТО, ВОСЬ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это годы самых кровавых репрессий на территории Беларуси. Наркомам НКВД Ежовым подписывается два оперативных приказа. Приказ номер 00447, репрессирование бывших кулаков, помещиков и другие категории. Часть, которая должна быть депортирована, и основная масса предполагалась будет расстреливаться. Притом расстреливаться должна была на месте. Для этой цели на территории Беларуси было создано шесть оперативных секторов, в том числе и урочище Куропата. И затем приказ 00486, как поступать с женами членов семьи изменников Родины. Они должны быть помещены в лагерях сроков не менее чем 5-8 лет. Дети от 3 до 15 лет должны были размещаться в детских домах и специальных интернатах системы наркомпроса СССР и БССР. Вне крупных городов Москвы, Ленинграда, Минска предусматривалось, как будет проводиться эта операция. Производство арестов, составление списков, конвоирование места временного содержания. В 1937 году отец мой, кем он работал, я не знаю. Приезжал он всегда на М-ке. Мы жили вот где сейчас цирк. Это наш был собственный дом. Отца забрали тогда. Чекисты с винтовками и эти штыки. Так они шли. Я как сейчас помню, как они шли спереди и сзади отца. Потом приезжают ночью, забирают маму и забирают нас с сестрой в одну машину. И увезли в тюрьму на Украине. Когда отца забрали, была сессия Академии наук. Его забрали. Вот прямо сессией. Уже кончалась первая половина, должен быть обед. Он работал в Академии наук, зав секции экономической географии. Был профессором. И должен быть обед уже. Они близко так около двери сидели. Какой-то такой небольшой человек такой, ну, пульгавенький такой. Так вот его пальчиком позвал. И он вышел. И все, и все, и кону. Ночью к нам приехал черный ворон. Дома вот так вот все перерывают. Мне лет пять было. Помню, меня НКВД посадил к себе на колени. И я у него сидела на руках. И вот эту ему фуражку испортила вот здесь вот. И такая я так нервничала, так нервничала, помню. Нас посадили всех троих в машину. А потом, значит, нас отвезли в детприемник. Там было очень много детей. Ну, а мать, наверное, в тюрьму отвезли. Это тюрьма уже была, наверное. Баю, баиньки, баю, Не ложись, а на краю. Придешь, эраньки, волчок, Тябе схопить за бачок. И потягни хуля сок под малиновый кусток. Маму тогда брали на допросы. Мы в камере сидели, да, с сестрой. И она после допросов приходила. А последний раз взяли на допрос ее. И ее нет. И завтрак нет, в обед нет. Вот мы начали кулаками стучать. И у дверь, там металлическая дверь в камере. Начали стучать. Ну, этот чекист, что вы стучите? Где наша мама? Ваша мама больше не придет. Как в воду кануло. И отец, и мать. Какой-то офицер уже забрал нас. И на территории тюрьмы Двухэтажный дом стоял. Это было не в Беларуси. Это было на Украине. Город Проскуров, сейчас Хмельницкий. Двухэтажный дом. И все дети были репрессированы там. Нас перевели тогда в Беларусь. А нас с сестрой разделили. Сестру отвезли в Дарьевский детский дом. Это на Украине. А меня, это была детская колония для детей врагов народа. Мы совершенно не общались с людьми. Только общались с персоналом, который обслуживал нас. Так что это, конечно, был не детский дом. Это была детская колония. Там было очень много детей. Вот очень много детей. Очень много детей было. Из архивно-следственного дела глава семьи, муж арестован в Днепропетровской области, его семья осталась в Харькове. И вот этот документ, который направляется в Харьков для репрессирования семьи на основании приказа НКВД СССР 00486. И дальше перечень состава семьи. Жена 38 лет, дочка Нелли 13 лет, дочка Людмила 4 года. С матерями была трагедия, потому что в первый год до середины 39-го им не разрешалось никакой переписки. Они не знали. Они знали, что муж арестован. Иногда знали. Редко, что муж расстрелян, если им это сообщали. Но совершенно не понимали, где дети. Потому что они не могли писать и не могли получать письма. И вот эта попытка узнать, где дети, это просто десятки трагических писем. У нас в архиве они есть. Вот заключенная уже Алжира пишет заявление на имя начальника полетчасти лагеря, что она просит направить телеграмму и узнать, где находятся ее дети. Потому что в тот момент, когда она была арестована, ее маленькие двое детей остались в квартире совершенно одни, в комнате. Совершенно одни. К сожалению, начальник полетчасти не считает нужным это посылать телеграмму. и резолюция на этом ее заявлении возвратит. Матери находились в полном невидении. Всего по Союзу изъято детей 25 342 человека, направлено в детские дома и местные ясли 22 427 человек, передано на опеку и возвращено матерьям, если кого-то из матерей освобождали, такие случаи. Бывали 2915 детей. То есть, даже, не думаю, что это абсолютно полная статистика, но все-таки, значит, было изъято 22,5 тысячи детей. Это кроме тех детей, которые, а их было довольно много, которых передавали родственникам. Понятно, да? Значит, 22 тысячи детей было отправлено в детские дома. Баю, баиньки, баю, Не ложись на краю, Придешь, эраньки, волчок, Тебе схопить за бочок, И потягни хуля сок Под малиновый кусток. Яркий документ, когда бабушка пытается забрать своего внука и обращается во всевозможные инстанции, в конце концов, пишет просто самому заведующего детским домом, и ей отвечают, что вы можете не беспокоиться за своего внука, потому что он находится на воспитании самой прекрасной матери у совласти и коммунистической партии. Ей внука не отдали в этот раз. Через какое-то время, через год она все-таки смогла его выцарапать. Потом уже, когда после 1939 года переписка стала разрешена, мамы пытались поддерживать отношения с детьми. Кстати, вот это письмо тоже из Алжира. Цензорские выморки. Это так и называется. Вот это письмо в Темняковский лагерь. Тоже цензора тут работает до дыр. Это все из детского дома, лагерь. Маленький ребенок писать не умеет. Пишет маме письмо из детского дома. Это ее комната в детском доме, где она рисует с обозначением у кого что. Вот это вот рисунки из Карлага, из Акмолинска. Вот они, бараки Акмолинского лагеря. Рисуют сами заключенные. Алжир, так его красили сами женщины. Молодые мамки. Партии туда везли, везли, везли женщин. И одна партия удивила всех. Там было много женщин с детьми крошечными. Их вели по бездорожью. В лютые морозы. По черзе женщины менялись. И меня к себе каждая запасом уклала. Баю, баеньки, баю. Не ложись на краю. Для нас сделали детский брак. Очень хорошо попью. Как их на работу строили. Выводили, выводили за зону. А для нас это колючка вокруг. Это и была за зона. Мы ее так и звали. Потому что вдоль этой колючки, за зоной, мы, держась за ручки, как бы на прогулку выходили. Был такой мальчик. Ты хочешь к маме? Хочу. Он меня раз и за дверь ставит. Там нет страх, кто детей пропускает. Закрывает дверь изнутри. Он меня за ручку. И мы бегом в бараки к мамам. Те, которые больные, лежат. Тряпки какие-то свисают, кровавые. Кашляют кровью. И, свесив головы, снар своих, смотрят, какие дети пришли. Что за дети? А мы топ-топ-топ пробегаем, смотрим, кто из мам есть. Мы их всех знали. Они для нас были что-то цельное. Наши мамы. Ну, а плакала я, помню, один раз, когда нас построили, мам построили. А мама из своего строя, уже под самые ворота, оттуда вырывается. Маречка, на конфетку. И я хочу, значит, эту конфетку взять, но охранники ее хватают и в строй. Растрепалась ее коса, волосы ее за волосы тягнут туда, в строй. И за зону. Ну, я хорошо помню, как мы выезжали оттуда, как наш грузовик, а мамы стали рваться, кричать. Их ничто не могло удержать. Тогда и мы стали кричать. И, видимо, распоряжение начальника было как-то незаметно. Мамы разместились в грузовике. Мы с ними. И так мы выехали с этой зоны, за зоной. Говорила, ты должна запомнить, у тебя есть еще две сестры. Это Диана и Весналина. Ты помнить должна, иначе ты потеряешься. И, да, я помнила, и обещала ей, что буду каждое утро повторять, где бы я ни была. Потом мама не стала по дороге где-то. Видимо, мы уснули где-то, или как, укачала. И потягни у лесок под малиновый кусток. Нас определили в спецпоселок, так званый НКВД. И вот там было совершенно дикие условия были. Нам сначала из бараков наших нельзя было выходить. Мы только могли до ветра. У нас одни пимы были на весь барак. Все было по типу бараков. Барак рядом, и там были только украинские дети. И с ними были украинские няни. И они разговаривали по-украински. Общаться нам нельзя было. Но мы не знали слова белорусы, не знали, кто мы и что мы. Чеченцы строили дорогу совершенно несчастные. У них не было даже где жить. Ни навесок, ни палаток, ни саманных домиков. И мы строили сами. По яме ходил конь, и месил для самана смесь. Нам формочки давали, мы на эти формочки клали. Клали эту навозную смесь. И на бортик, который был вокруг, выкладывали аккуратно, как в песочнице. Баня с редко была, она была без мыла, с солью просто. Спали под боем. Нетопленный барак. На одном матрасике спим. Матрасы были продырявлены сильно. А другим укрываемся. У меня был мальчик, который писался. Вообще был очень слабый. И мы ни горшки не подавались, ничего. Просто в этот матрас дырявый. Так вот мы с ним спали вдвоем. Ну, а однажды, очнувшись, я вдруг поняла, что я забыла, как зовут моих сестер. Я пролежала в жизни, проклакала. Но ничего вспомнить не могла. Я тяжело болела. У меня, по-моему, малярия была. Или что-то в таком духе. Следующая волна этих депортаций накрыла нашу территорию после освободительного похода Красной Армии в 1940-41 годах. Это категория жен и детей новых врагов советской власти, которые уже были на территории Западной Беларуси. 35 тысяч семей. В общем количестве примерно 122 тысячи 500 человек. Не менее 43 тысяч составляли дети. Очень много людей было. Потом нас два паровоза тянуло. Обыкновенный телятник. Нары двухэтажные. Мы были еще малые. И боялись лазить наверх. Потому что боялись, чтобы не упасть. Открывали дверь, чтобы немножко воздух поменялся. Как заметят, эти солдаты на остановке бегут, скорые закрывают. Местами останавливались, не доезжая до вокзала или переезжая в вокзал. Мы очень хотели посмотреть Москву. Нас провезли ночью. По дороге не кормили нас. Были женщины беременные. Они уже там родили. Ну, ехало много маленьких таких детей. Знаете, вот три годика, два годика. В первую зиму они все погибли, эти детки. Но если умирал кто-то, открывали дверь и выбрасывали. А уже хоронили, наверное, обслугу, а это железнодорожная. Никто не пытался убежать, потому что знали, что куда убежишь, ведь в окром советская власть, НКВД все равно поймают и назад посадят. Он не пытался никто убегать. На фоне депортации 40-го года с Белоруссии осуществлялись массовые вывоз населения с территории прибалтийских государств, которые летом 40-го года были, опять-таки, насильственным путем включены в состав Советского Союза и из районов Западной Украины. С территории прибалтийских стран было выслано свыше 200 тысяч человек и с территории Западной Украины более 400 тысяч человек. Среди них женщины и дети составляли примерно 70%. Высылка производилась, как правило, в необжитые районы, не было ни питания, но и учитывая климатические условия или Казахстана, или Севера, смертность была огромная. И поэтому даже вот в некоторых документах встречаются цифры о том, что детские дома, которые были размещены дети не старше 10 лет, среднемесячная смертность составляла от 15 до 30%. Из Литвы было выслано около 40 тысяч детей до 16 лет. Для нашей страны это очень большие цифры. Вот одна такая история. Это красивая литовская семья Blue Jay. Папа и мама были учителями. У них были три дочери. И из этой семьи, можно сказать, ничего не осталось. Всех забирали на рассвете, а нас взяли вечером. Но сестеринка моя такая веселая, она новые ботинки надели, она вышла на двор, во двор и красовалась ботинками. Нам очень плакали. Эти мешки все сбросили в грузовик и отправили нас. Бэшалон был на вокзале, и папу сразу от нас отлучили. В основном дети и старики. Ну, было 88 лет старушке, а самому маленькому было годик. Страшно было, конечно, нам. Потом женщины видели, последние вагоны отцепили мужчины и уезжали в другое место. В 1942 году, 18 мая, из этого мира ушел наш дорогой папа. Ему 43 года. Трутя-блюджутя, старшая сестра, она вела свой дневник. Начала его с 1939 года и до 1943 года. Мама всегда доходила. Уже весна была, и трава уже росла. Деревянную бочку такую маленькую выменяла людей, и там она куасила как капусту, потому что не всегда можно в лес войти. Ну, вот, потом опухло у нее горло, ничего не могла проволокить. И на третий день я просыпаюсь, крик, ну, плачут сестры. В чем дело? Смотрю, мама лежит, а старшая сестенка около нее всегда лежала, так, по порядку. Она будит ее и не может разбудить. И я смотрю, нос у нее белый, а щеки красные. И это бледные, 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 щеки. Значит, она спала и умерла в обороне сна. В 1943 году, 9 августа, в 6 часов утра из этого мира ушла наша дорогая мама. Она умерла в понедельник. Ей было 49 год. А потом уже одна из сестер тоже написали в 1943 году. 15 декабря из этого мира ушла наша дорогая сестра Петруте. Эта девочка, которая вела вот этот дневник, ей было всего лишь 14 лет. Нас хотела пригодить, чтобы мы пошли в детский дом, но мы в детский дом не пошли. Литовцы говорят, если вы пойдете, то никогда в Литву не попадете. Они были направлены сначала в Барнаулу, а потом в детский дом Малакова. В системе ГУЛАГа после 1937 года оказались не только советские дети. Это были и дети испанцев, которые сражались против фашизма в 1936 году, которых отправляли в целях безопасности в Советский Союз, считая, что это самая надежная страна, где можно обеспечить их безопасность. И они действительно первоначально находились в пионерских лагерях, им создавались прекрасные условия. Мы обнимали их в Одессе и Ленинграде и в Минске. Вместе с нашими ребятами испанские дети почувствовали, что они просто дети. Но когда в СССР начался кровавый 1937 год, то они оказались уже и в колониях несовершеннолетних, и в детских домах, и самые младшие оказались в домах младенца, так называемые, которые подчинялись НКВД, и условия содержания, которые мало отличались, чем порой от условий содержания потом и в нацистских лагерях. И к этой категории надо добавить еще дети немецких антифашистов, которые тоже приезжали в Советский Союз, считают, что они найдут здесь защиту, но после 1937 года настали другие времена, родители арестовывали, а дети оказывались опять в системе ГУЛАГа. Поэтому преступление против детей это было интернациональным явлением, они осуществлялись не просто против детей граждан СССР, но в том числе и против иностранных граждан. ГУЛАГА. В 20 веке и белорус, и уроженцы Беларуси испытали на себе эксперименты двух самых кровавых режимов того времени. Это сталинского и нацистского. Те, кто остался на временно оккупированной территории, подвергались гонениям и уничтожениям со стороны немецкой администрации. По заданию с Москвой было партизанское движение, проводили всевозможные акции власти. На одного убитого немецкого военнослужащего брали 100 заложников и их расстреливали. И заложников брали прежде всего в населенных пунктах, большинство из них дети в возрасте от 5 до 18 лет. С территории Беларуси нацисты депортировали на территорию Германии и других оккупированных стран несколько сотен тысяч наших граждан. Наш детский дом был далеко от дороги. Кто-то навел, что там детский дом. В 5 часов утра слышим, кричат «Киндер, алис раус накпляться». Нас в машину и на вокзан в Германию тогда нас отправили. Мы были километра трех от Батлау Тарберга и мы думали, что это наш концлагерь. Баю, баиньки, баю, не ложись на краю. Пачалася война. Мы оказались на четвертом поселку. Мужчин на войну не забирали врагов народа, али в 42-м годе под конец уже начали забирать мужчин. Ну, я с мать и полисобазах по гэтых. Такая была задышка. Она уже дыхать не могла. А я покрылась струб ями. Одноча приходит мой бацька и говорит забирает на войну. А суседка во мраку каш обожж мы. Ну, може до извоза як небудь и дойдя. Нам уже было легче в том плане, что и она як уже жонка солдата гэтага, е взяли у так званую больницу. все все таки не на лес оповали. Придешь и раньки волчок, тебе схопить за бочок. Последнее наше пристанище было, где мы уже войну пересидели, это где-то юг Средней Азии. Там было нам очень тяжело. Голодали, во-первых. Было очень-очень холодно. И некоторые дети умирали там. В общем, тот, кто уже знали, что они умрут, предсмертная желание какой-то ну две порции там ну можно как раньше говорили баланда супу этого. Почему мы выжили? Потому что во-первых, там очень рано появилась травка. Мы питались этой травой. Потом мы дети ходили на горы, ловили черепах, разбивали. Как сейчас помню, ставили два вот таких камушка и какую-то жестянку. И в этой жестянке мы варили этих черепах. Это мы сами так себя спасали. В общем, самовыживание было. Англичане нас освобождали. Через три дня приехали машины, всех забрали с лагеря и привезли к Эльбе. При воинской части нас уже КГБ фильтровало. Белорусы, украинцы и русские в одном бараке были. И потяг не у лесок под малиновый кусток. Напомню, что это вот такой праздник для нас был День Победы. А потом нам дали хлеба. Потому что до этого хлеб можно было маленький кусочек держать в руках, нюхать, облизывать и беречь. Завтра может его не быть. и гороховую кашу дали. Это был праздник. Наши дети. Вместе с нами они вынесли лишения военных лет. Мы сберегли их, отказывая себе во всем. Каждый из нас знает, как трудно вырастить ребенка. Вырастить его в войну в 100 крат труднее. Теперь ребят ждут годы счастья, годы веселых игр, годы мира. Пришел какая-то открыточка, пашточка. Имя, имя, Тадияна. Мама это имя мне называла. Я написала по этому адресу. Она меня забрала и забрала еще одну девочку, кто-то там просил. Нам нельзя было ехать в Беларусь. на станции мама стояла в какой-то бесконечной очереди куда-то выбыть. 12 часов подел ночью. Она билет взять не успела. Она кричала так. Я была там с ней. Они выконали предписание. Значит, ее опять заберут. А там забирали очень просто уже детей в одну сторону, дети уже повзрослевшие. Так было с той девочкой, которую она привезла для другой мамы. Маму посадили, девочку забрали. Она меня вот прямо тут кинула с той никуда возле деревянного чемодана, который в основном на мне висел и я падала. У меня ботиночки были на резиновые подуши, а это зима была, морозы страшные. Из пальто я выросла вот так, руки торчали. И в ее ватных штанах, в которых она работала еще там на работах в лагере, сама она в каком-то тряпье штаны на меня одел теплые стеганы стой здесь и никуда больше не уходи. И она побежала тоже НКВД или КГБ или что там и она вернулась и ей выдали билет и так не из Казахстана проследовали в Сибири. Официальная власть решала из Литвы была не одна такая экспедиция, когда легально ехали люди, чтобы привезти из Сибири в Литву абсолютных сирот. В Литву было привезено обратно около 300 детей из Сибири. В 1946 году, 4 марта, принято решение, по которому Блюджуте-Беруте и Блюджуте-Лаймуте может возвращаться в Литву к своим близким. Батька чтобы нам вернуться сюда в Беларусь и он ходил-ходил до Мурада ходил-ходил и ничего никто не мог ему дозволить. Некий человек говорит ты пиши к Ленину и нам с Москвы пришел дозвол на выезд и мать моя ну никак не могла выехать потому что там был еще колгас начальство кормили и мать просила дайте мне хоть какую-нибудь подводу и не давали и она тогда ничего у нее уже был документ бетончик Бураков сварила меня за руку взяла домовилась с почтаркой до верхней той мы на подводе вот так мы приехали сюда в Минск мать моя такая была что она не терпела и она рассказывала людям где была откуда приезж что рабилась о что ты сказку придумала такого быть не может понятно такого быть не может м м Субтитры создавал DimaTorzok Великой Отечественной войне по состоянию на январь 1945 года в лагерях ГУЛАГа насчитывалось примерно 3 миллиона 800 тысяч сидельцев. И этот контингент значительно еще расширился после 1946 года, когда стали поступать и этапы, и эшелоны именно тех, кто выжил на временной оккупированной территории. Было отправлено в районы Сибири, Дальнего Востока и район Колымы не менее 48 тысяч человек. В первое время это были какие-то колымские поселочки, где я и родился, и только в 5 лет перебрались в столицу Магадан. Вот здесь я увидел огромное количество заключенных. Каждую весну, когда начиналась навигация, из порта гнали толпы людей по нашей улице, мимо нашего дома. Вели их на 4-й километр в пересыльный лагерь, но очень много их вели. А кроме того, в самом Магадане огораживалась площадка сначала колючей проволокой. Потом туда приводили рабочих на вышках охраны. Мы же там играли возле заборов. Охрана у нас внимания не обращала. Надо было поговорить с этим. Они в основном говорили, конечно, спрашивали, кто ты, кто родители. С мужчинами была вообще особенная история. Ведь эти мужчины, инженеры первых пятилеток, которые там работали по две смены, которые всего себя вкладывают, они вкладывали в труд, в какое-то там построение вот этого идеального будущего. Они же очень мало занимались детьми. Да и времени не было, детьми и жены занимались. И вдруг, когда они оказывались в тюрьме, смотришь по их письмам, проходит там месяц, другой, третий, все это отлетает, 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 отлетает этот цех, который он там всю жизнь, завод, который он всю жизнь создавал, остается главное – дети. И начинается эта удивительная переписка отцов с детьми. Вот здесь, видите, книжечка. Удивительно, один из отцов. Мы только-только сейчас просто взяли и репринтно издали эту книжечку. Написал книжечку от отца письмо Алене об отважном почтальоне. Он написал ее в стихах, она замечательно там же иллюстрирована. Это такая книжечка из лагерей. Но у нас и сотни писем этих из лагерей. Это удивительно. Они все время думали о детях. Все время были зациклены на детей. Баю, баеньки, баю. Наш детский дом хотел разделить отдельно. «Детский дом для врагов народа». Но когда они были маленькими, то с ними хлопот не было. А потом они начали подрастать, и с ними стали возникать проблемы. Я помню эту работу комиссии. Броссматривали дела и делили детишек по качеству. Потом опять соединили. Но было и событие такое, которое из ряда вон выходящее, которое осознанно мной сравнительно недавно, в полной мере. Дело в том, что в 1949 году приехали какие-то люди, мужчины отобрали несколько воспитанников, в основном мужского пола, и увезли в Витебск. И там нас облучили. Через пару дней у нас волосы всех выпали, и мы ходили как фантомасы такие, с желтыми черепами. После этого прыгучесть у меня не было. Я плывал в школе, смеялись. Я не мог 50 сантиметров. Голова не поворачивала. Костно-мышечные ткани у меня были поражены. Это 1949 год. Мне уже было 12 лет. Это было под Магаданом, в 100 с лишним километрах в лагере. Мама еще была, но тем не менее я родился. Значит, и первое время, первые годы не она меня выхаживала. Проблесками припоминаю некую тетю Лизу, которая меня в телятнике где-то на чанах, где приготовили, грели пищу для телят. Вот я там как-то обретался. Те, кто освобождался, они имели право покидать это место. И рядом было вот это поселение, домов 30 таких деревянных срубов, значит, где поселялись освобождавшиеся люди. Это где-то в шестом классе. У меня вдруг возник вопрос, а почему посадили мою папу и маму? Вот я четко помню вот этот момент, значит, в конец августа на море, и я вот хожу и размышляю, думаю, что ж такое, почему это? Вот что меня поразило тогда, это трудовая книжка, что называется, мамы. Первая запись у нее по освобождению, что назначена певицей. Потом у нее запись, что была уборщицей в детском доме. И вот этот детский дом, это классика НКВДшный дом был. Там были абсолютно разновозрастные дети. Мама мне говорила, не ходи туда. Никогда не ходи туда, значит, вот к этому месту, потому что нравы там были, конечно, самые суровые. После начальной школы меня привезли в интернат. Туда же прибыли эти дети с того детского дома. Я приезжал оттуда, когда на каникулы, или что-то вот со спаленными руками и со спаленными ногами. Закладываются бумажки, между пальцами, когда спит, и поджигаются. Это, значит, это называлось балалайка на руках, а на ногах называлось велосипед. Они кончали там десятилетку. И вот эти вот ничейные, что называется, дети, они потрясали потом долго еще Магаданскую область, вот бандитизмом. Тогда были страшные всякие разговоры на приисках. И я думаю, что это до сих пор сказывается. Я была 7 лет в комиссии по помилованию, президентская комиссия. Я говорю, давайте мы ему снизим. Ну, посмотрите, Мрия Тамана, какой у него букет. 7 или 8 посадок. Я говорила, меня интересует первое. Я смотрела первую. Как правило, мои подозрения подтверждались. 15-летнего мальчишку в 47-м, 48-м сажали надолго. Он там становился преступником. И дальше он уже все. И вот замечательная книга мемуаров Ольги Адамовой Слевозберге, я писала к ней предисловие. Она больше пишет о других, чем о себе. Она рассказывает душераздирающую историю. Забирают женщину, у нее остается на 5 лет до войны. У нее остается 11-летний мальчик. В 41-м ее должны освободить 25 июня по сроку. Он ей пишет, мама, меня все зовут. Все мальчишки говорят, что мои родители арестанты. У него умирает бабушка. Его гоняют тетки из дома в дом. Они не очень хотят с ним возиться. Он ждет мать. Она пишет, вот-вот вернусь. Ее вызывают 22 июня. Им сообщают, никого не выпускают до особого распоряжения. Она пишет ему отчаянно письмо, что подожди, вот скоро это разъяснится. Проходит месяц, второй, ответа никакого нет. Она приходит и ей объясняют, что никаких письм, переписка, письма не отправляются по назначению. Пять лет сын не знает о ней ничего. Она умоляет дать ему возможность сообщить. Нет, нельзя. И пять лет спустя она встречает его в лагере уголовником со сроком пять лет. Вот судьба детей врагов народа, характерная. Баю, баиньки, баю, не ложися на краю. Придешь, эраньки, волчок, тябе схопить за бачок. И потягне хуля сок под малиновый кусток. Не было принято вердикта, что режим преступный. Множество людей никогда бы не вспомнили про Сталина. Были бы к нему равнодушны, кого там не коснулось. Но советский гимн, возвращенный президентом, поднял, именно сталинский, поднял из глубин, из латентного состояния, поднял имя Сталина. И что Сталин – это хорошо. И все, что все его преступления стали замазываться и заравниваться. Это очень легко понять. Если в это погружаться, если пытаться восстановить историю, то это все равно, что ты узнаешь, что твой ближайший родственник – серийный убийца. Или кто-то из твоих родителей. И потому отсюда и получается, что ничего этого не было. Это выдумки. И Сталин – хорошее. Контингент детского населения ГУЛАГа по состоянию где-то на 1950-1951 год составлял около 24%. И вот еще важный момент. Единственная цифра, которую официально мы имеем, это то, что с территории Западной Беларуси в 1951-1952 годы было депортировано 2225 семей общей численности 9000 человек. Из 9000 человек не менее 4500 тысяч были дети. Это уже 1951-1952 годы. Поэтому женское и детское лицо ГУЛАГа особенно проявилось вот к моменту завершения его существования на рубеже 50-х, 60-х годов. Мы, к сожалению, не знаем ни масштабов этой трагедии, никогда не узнаем точных цифр. Но можно говорить о том, что большинство детей, которые были депортированы с родителями в эти районы, навсегда остались в этой земле. Пока мы ясно не скажем, что советская власть строилась на насилии и смерти, до этого мы историю свою по-настоящему осмыслить не можем. Вот одна очень важная задача террора было как бы атомизировать страну, чтобы все чувствовали себя совершенно отдельными и, вот так сказать, смотрели бы одинокие отдельные люди, раздробленное общество, которого нет как общество, да, и государство, которому посвящена жизнь этого каждого отдельности человека. Вот Сталину удалось, уничтожены были общественные организации. Действительно, напрочь. Уничтожено было очень много там направлений каких-то там в науке, там еще в чем-то. Вы знаете, вот уничтожить семью все равно не удалось. Все равно инстинкт какой-то вот этого притягивания друг к другу и поддержки семьи друг другом – это какая-то такая ценность, которая ему оказалась не подвластна. Семью уничтожить не удалось. Семья удержалась. 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 Семья удержалась.